Мы православные христиане, рассказываем люди о распятном воскрешенном христе, о смысле человеческой жизни. Вы знаете, в чем заключается смысл человеческой жизни? Мы точно православные. Да, мы православные. Видишь, ни один сектант не крестится рукой. Это же крест. А, крест. А почему он не крестит? А? А зачем он деревянный? Это не влияет совершенно на человека никак. Хоть железный, хоть деревянный. На человеческое спасение души он никак не влияет. Скажем об этом. Офорами проще. Это вам показывают наши ресурсы, православный видеоканал во свете Библии открытым оком. Заходите. Мы православные христиане. Рассказываем людям... Слава Богу. Новый год уже прошел. А, скажи, что наши ресурсы какие. Мы показываем вам православный канал, видеоканал. У нас там 13 700 роликов открытым оком во свете Библии. Заходите, много полезного узнаете. А про что там? А в лагере не вы в детском у вас детский лагерь? Да, 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 да. У нас детский лагерь... Да, более 45 лет существует уже, да. Вы, наверное, видели видеоролики наши, да? Да, да, я смотрел. Ага. Заходите, много полезного узнаете там. Хорошо. Спасибо. Все, спасибо, Христос, вас тоже. А по скайпу скажи, Игнатий Лапкин заведите. А также можете выйти на Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот он рядом со мной сидит. По скайпу. Заведите Игнатия Лапкина и можете задать свои какие-то вопросы, если у вас они есть. Только чтобы у вас... Они проповедуют, вы же свою веру проповедуете. Ничего лишнего, у вас никого нет. У вас эти карьеры вы же строите, я видел, да? Сейчас плохо слышу. Что строим? Водоемы, карьеры. А, ну да, 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 да. Пруды, пруды. Да, пруды. Вы там чистите их, я видел. Вот Игнатия, я помню, сейчас его нету, да, с вами? Почему? Вот он рядом сидит. А, вот это вот... Добрый день. Я понял. Он просто наш канал видеоролик видел. Понятно. Вот мы показываем, как наши выглядят ресурсы, чтобы правильно записали. На сайте там очень много материала. Тут я отвечаю на тысячи вопросов в университетах, когда преподавал. В милиции, в воинских частях, радио, когда три программы вел. Вы на все найдете тут ответ на нашем сайте. Может, вопросы есть? Вопросы есть у вас какие-то? Да, таких сильных нет. Нет, тогда надо подумать. Так наобум не задать. Да, если у вас желание будет, вот Игнатий приглашает в скайп людей. Если какие-то вопросы будут, заходите, Игнатий Лапкин в скайпе. И можете задать свои вопросы. Но только, чтобы была у вас личная фотография, чтобы никаких-то не было картинок, рисунков. Чтобы было понятно фамилия, имя свое. Ну все. Спасибо, Христос вас. С Богом. Мир вам. Как надо правильно есть, мама? Все нормально у вас? Мы православные христиане, да, слава Богу. Господь милостив и дает нам жизнь. Все что делаете? Мы здесь, на чате рулетки, находимся, рассказом люди о распятом и воскресшем Христе. Чтоб люди не погибли. Ты ему скажи о нашем ресурсе. Повторите еще раз, не расслышал. Не, Игнатий Лапкин, это неправильно. Рассказываем человеку о Боге, о жизни вечной, о человеческой вообще, смысле жизни. У вас что-то это самое, звук плохой. Нет у нас, вот мы недавно с людьми разговаривали, хороший был звук. Нет, у вас как-то эхом отдают. Нет, у нас здесь нормально все, слава Богу. Ну я вас прерывисто слышу. Мы говорим, я православные христиане, мы, рассказываем людям о Боге и о смысле человеческой жизни. Для чего мы здесь живем на земле вообще? Я понял, понял, что вы говорите. Да. Вы сами верующий человек? Да. Я тоже православный. Православный, да? Да. Я, говорит, православный, и пью, и курю, говорит. Дело в том, что Господь наш, Иисус Христос, так говорит, что если любите меня, соблюдите мои заповеди. А это в Евангелии написано. То есть человек должен соблюдать заповеди Божии. В слове Божьем написано, не порти края бороды твоей. Если вы православные, вы видите иконы, у нас в храмах находятся, всех святых. Они все с бородами, не считая двух юношей, которые были безбородые в свое время. То есть вы этим самым нарушаете образ Божий, который Господь дал мужчине, а женщине он бороду не дал. Я вас не слышу, что вы там как-то вот так, не слышно. Связь плохая. Заходите на наши ресурсы, они называются канал на ютубе. Открытым оком во свете Библии. Вертикально держи. Да, да. И там много полезного, знаете, у нас там 13 700 роликов. Там мы строим с нуля православную деревню, в которой может только человек жить, если он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть на пяти качествах. Ну все, спаси Христос вас, с Богом. Мы православные христиане, рассказываем людям о распятом воскресшем Христе, о смысле человеческой жизни. Вы знаете, в чем... Я верю в Бога. Верите, да? Нет, не верю. Не верите? Я верю в Бога. Я не вижу смысла верить в Бога. А тогда у вас нет смысла вообще жить здесь на земле? В чем вас... Нет, я верю. Нет, а в чем у вас смысл? Нет, я говорю, в чем у вас есть смысл, как человека неверующего здесь на земле жить? В чем он заключает смысл? Точный смысл жизни может быть. Вот, например, у меня, как у верующего, есть цель. Я сам обратился 26 лет. 26 лет я тоже был, к сожалению, неверующий. Собрал все кучи грехов. Но Господь знал мое сердце и призвал меня. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обременно, и я успокою вас. Человеческий смысл жизни здесь на земле для того, чтобы рождается мир, чтобы познать, кто такой есть Бог, Творец, исполнить его святые заповеди здесь, живя на земле. Надо было в это время показать. Там стояла девчонка, она без Бога слава. Он лежит по дюшах. Слава. Мир вам, мы православные христиане. Православные, да? Ну тогда мы с вами поделимся тем, какое богатство мы имеем. У нас есть видеоканал на Ютубе, называется «Открытым окном во свете Библии». Там у нас 13 700 видеороликов. Много полезного, знаете, для себя. Я вас перебью, пожалуйста. Да, да. Я вас перебью, пожалуйста. Да, да. Отче наш на Иисус знаете? Конечно. Прочитайте, пожалуйста, если вы христиане. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как ему прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое Царство с силой и славой вовеки. Аминь. И на икрысное вовеки веки. Аминь. Также у нас под этим вот названием, то, что я вам показал, видел канал. Ну, раз вы верующие православные, я вам просто сразу показываю. Вот. Видел канал «Открытым окном во свете Библии». У нас есть сайт православный под этим же названием и форум. Заходите там. Можно? Да. Не, 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 не. Чуть-чуть потише говорить. Пусть быстро говорите. Я не слышу. Я говорю, у нас в интернете, кроме того, что есть канал, который вот я вам сейчас показал, «Открытым окном во свете Библии», есть также сайт, на котором много, вы также можете узнать, у нас там 55 папок, также под этим названием. И там о церкви, о покаянии, о крещении, ну, много, много полезного, знаете. Также у нас там на сайте есть фильмы документальные, снятые, о нашей православной деревне. Она уже... Алтайский край, город Барнаул. Барнаул? Да. Как вас зовут? Владимир. Владимир вашего коллега? Игнатий. Игнатий? Да. А по аспорту? А меня имеете в виду? Ну, обоих вас. Меня Владимир Александрович, а его Игнатий Тихонович. Вы... В данный момент вы находитесь где? Город Барнаул. Нет. В каком помещении? Это частный дом. А что у вас там на заднем плане? Что у нас? А? Что на заднем плане у вас там? А что вас смущает? Я спрашиваю. Меня не смущает, я спрашиваю. Комната, что у нас там еще? Какая комната? Где вы находитесь в каком помещении? Я же сказал, частный дом. Вам зачем эти лишние вопросы-то задавать? Я не пойму. Вы что? Проповедуете что? Мы проповедуем о Боге. Так как вы верующие... О Боге рассказываем людям, которые не знают о нем. О Христе. Господе нашим Иисусе Христе. Мы православные. То, что вы видите, это наши здесь спальные... Обитель ваша. Это обитель наша, да. Террия ваша. Мы монахи-то кто? Да мы не монахи, мы умеряне обычные. Которые в миру живут, работают. Вот этот Игнат Тихонович, он пенсионер, ему 80 лет уже. Ну. А тебе сколько лет? Мне 40. 40. Вы где находитесь, в каком помещении? Он тебя размонтирует сейчас. В церкви. Зачем в церкви, когда мы миряне обычные? Мы же не священники. Даже священники и то живут в частных домах. При храме. И где я твоя, Владимир? Мы рассказываем людям о блоге. Если вам вот это частные вопросы, вы можете... Это вопрос, который я тебе задал. Я по существу с тобой разговариваю. Но я же вам этих вопросов... Я вам этих вопросов не задаю. И тебе в один разговор, когда с тобой старшие разговаривали. Я тебе задал вопрос, будь любезен, ответь мне на него. Не на каждый вопрос надо отвечать. Потому что это ни к чему не приведет всю нашу беседу. Ладно. Все. Попробуй, Попробуй, Попробуй. Какую церковь ты преследуешь? Чтобы люди, которые не знают о Боге, Создателе, о Сыне Его, Единородном Иисусе Христе, познали, кто есть Христос и для чего вообще мы здесь... Человеческий смысл жизни здесь. Кто есть Бог? Да, кто есть Бог? Не создай себе кумира, знаешь, такое? Конечно, вторая заповедь. Ну. И кого ты сейчас проповедуешь? Я проповеду Христа, распятого и воскресшего. То есть ты, короче, еговист получаешь? Я православный. Ни один еговист крест на знамени не совершает. Я не пойду-ка. Почему ты на церковь не ходишь? Я хожу в храм, но только по воскресеньям. Субботу, вечернее и воскресенье, утреннее богослужение. Ладно, на этом прекращаем беседу. Заходите на наш канал, там все увидите. Без всяких моих слов. Там у нас все заснято, вся наша жизнь. Ему это не надо ничего. Да, конечно. Это так и называются. О жизни вечной. О смысле человеческой жизни. Не хотите ли послушать? Давай. Хочу послушать. Человек, рождаясь в этот мир, рождается с той целью, чтобы узнать, кто такой Бог, Творец его, исполнить его здесь святые заповеди и унаследовать жизнь вечную. Я вам сразу покажу кое-какие ресурсы наши. У нас есть в Ютубе видеоканал, называется «Открытым оком во свете Библии». Там зайдете, у нас там 12700 видеороликов. 13 тысяч. То есть у нас там все заснято. Как у нас строится православная деревня, которая основывается на пяти пунктах. Не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Вот тогда человек может поселиться. Для того, чтобы узнать волю Божию, человек должен читать Святую Библию. И вот тогда он узнает, кто такой Бог, Творец, что он от него хочет. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своей Недородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына Божия он наследует жизнь вечную. Кроме того, что здесь он имеет прощение грехов через веру, через покаяние перед Богом, он имеет жизнь вечную. Это вам показывает Библию, как она выглядит. Это можно приобрести в любом православном храме. И чтобы человек не погиб, он должен верить во Христа. Господь говорит, я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу Небесному, как только через меня, то есть через веру во Христа. Через веру в то, что он, когда пришел в мир, его распяли на кресте, он распялся за все грехи мира. То есть все грехи мира взял на себя. И через веру мы имеем прощение. Кровь его, Иисус Христа, отчищает нас от всякого греха. Поверие наше. То есть человек должен поверить. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть что такое верующий человек? Вера, что означает, само слово? Он верит. Да. И эта вера дается дар от Бога. Вот, например, я сам 26 лет жил неверующий. И 26 лет я встал осознанно на колени перед Богом. То есть я поверил, что есть Творец, что я 26 лет сознательно грешил, нарушая его святые заповеди. Я хоть не знал, кто он такой Творец, но совесть меня то оправдывала, то осуждала. А совесть – это голос Божий. То есть через нашу душу слышится голос Божий. Тот участок души, через который слышится голос Божий. Господь говорит, придите все ко мне, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. То есть успокоит нас, что есть враг душ человеческих, сатана, который нас постоянно искушает, чтобы мы в чем-то согрешали. Независимо, какой грех там, прелюбодеяние, блуд, пьянство, наркомания, курение, матерки. Бывает человек просто внутренне, вот, например, пожаловал женщину, а Господь говорит, есть заповедь такая седьмая, если, может, вы слышали, не прелюбодействуй. А Господь говорит, всякий, смотрящий на женщину с вожделением, то есть с желанием, уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть ты уже этим самым нарушил седьмую заповедь. Например, есть шестая заповедь. Заповедь не убей. А Господь Иисус Христос так сказал, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. То есть тебе не обязательно человека убивать, просто возненавидел ты его, за что он какое-то зло тебе сделал. Ты уже этим самым нарушил шестую заповедь. А нарушая одну заповедь, у апостола Якова, это в Библии я вам цитирую, написано, кто согрешает в одном, согрешает против всего закона Божия. То есть нарушает все десять заповедей. Вот считайте, насколько мы греховны перед Богом становимся. У нас, по сути, по идее, много грехов. И вот это мне... Души скрестные. Да, и вот это осознание в 26 лет меня поставило на колени перед Богом. И когда я встал с молитвой, я стал совершенно другой человек. То есть Господь меня сказал, не греши, иди проповедуй Евангелие. Я вошел в церковь Христово православную, принял крещение, троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, Господь даровал мне прощение грехов руками священника. Это я им дал такой дар от Бога, то есть власть, прощение грехов, священству. И он сказал, иди проповедуй Евангелие всей твари, то есть всякому творению Божию, имеется в виду человеку. И вот мы почему здесь находимся, в чате рулетки, для того, чтобы проповедовать людьми Евангелие. Хотя здесь много, конечно, всякая сквер находится. Ну да, здесь по идее... А, кстати, можно задавать вопрос? Задавайте. А почему я помню при рождении, допустим, массивный столб... Погромче говорите только, погромче. Я и так погромче говорю. Вот, я помню при рождении, то есть не... Подождите, я помню при рождении дубовый столб, трехметровый такой. Вот такой. Там сто... А, не стояли эти, сидели два человека. Здесь и здесь. И сам здесь. Ну, как это, вы поняли. И помощники, то есть ангелы. Или как там по-другому? Короче, типа, стирали память, я это помню. Чё это такое? Ну, это я вам не могу объяснить. То, что у человека есть ангел-хранитель, особенно у верующего, это я знаю, да, есть. Не-не-не-не-не, вы не поняли. Это, короче, при рождении, допустим, любого человека, без разницы какой нации или там страны, короче, стирают память. То есть, при рождении мы должны понять, кто мы за эти годы. То есть, до пяти лет мы должны понять, где мы живем. Там осознать, какой язык. Я вот это помню почему-то. Человек в осознание приходит уже намного, конечно, позднее. Ребенок, что он может осознавать? Он почти ничего не осознает. Нет, он только осознает. Он только начинает осознавать мир. То есть, изучая его. То есть, там, язык, родители. Ну, это понятно, да, да, это понятно, да. А я вот это помню. Ну, слава Богу. Я вот помню то, что вот эти люди, ну, не люди эти, души или не души, или ангелы, помощники, я хочу, скажу, они мне, типа, стирали память. Потом по центре сидел не Бог или, ну, создатель, так сказать. И он мне сказал, ты не помнишь, кто ты был? И мне показал, какие мне родители должны быть, какое будущее. Ты можешь прожить, как закончишь сам. Потом, как-то момент, я вот это помню. Когда я уже родился, я помню то, что когда я родился, я вот это помню. До сих пор это помню. То есть, сатана и... Как это мне, блин, я забыл. Здесь и здесь. Кто тут? Господь Бог. Ну, короче, да. Ангел-хранитель. Да, 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 да. Демон и ангел-хранитель, короче. По идее, они сидели и молчали. А вот который по центре, я не помню лица. Я вам одно скажу, юноша. Вы возьмите в руки Святую Библию, читайте, и там на все найдете ответы свои. Да нет такого, я уже прочитал. Прочитали? И что, там не нашли ответы на свои вопросы? Нет. А какие у вас были вопросы? У меня были такие вопросы при рождении, кто был посередине. И при этом я не видел лица. То есть, черное полотно было, ну, не полотно, а типа черная сгутка энергии. Я не видел лица. А вот силуэты сюда, вот я помню, руки, там, перо, он записывал. Вот он спрашивал. Дело в том, что это все на спасение человеческой души не влияет. Вы даже этим не задумываетесь. Да, 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 не влияет. Вы этим не задавайтесь. Во-первых, это лишнее, может, даже отнимает у вас времени, ну, и уводит, самое главное, от Бога. Вы думаете о том, что написано в Святой Библии? Молитесь ко Христу, чтобы Господь вас направил на путь следования за Ним, исполняя Его святые заповеди. Вы знаете, кто Бог? Бог-Создатель. Еще дай, чтобы записал, уже пора. Мы сейчас даем свой мир. Запишите наши ресурсы. Мы вам показывали видеоканал наш, открытым оком во Святой Библии. Запишите. Да, показывали. Да, показывали. И там много полезного. У нас еще даже под этим названием есть сайт и форум. Это же название вы введете в интернете. И там есть на сайте 55 папок. Там на разные темы, обо всем. И вот там как раз то, что вас интересует, папку от... Я на это натыкался, я не нашел ответов, извините. Ну, вы найдете, потому что 55 папок, там разнообразные есть вопросы и ответы. Я уже был на этом, знаете, не нашел ни ответов, ни в Библии, нигде. Вы задавайте вопрос о том, как спасти души свои. Это главное. Все с Богом. Спаси Христос вас. Так, посмотри.